Аэропорт Березники. Начало сентября. Раннее утро. Уже зазвучала громкая музыка и заревели моторы. Это значит, что через несколько минут здесь начнется традиционный конкурс профессионального мастерства общества автотранскалий. К практическому туру конкурса допускаются сотрудники подразделений, которые быстро и правильно отвечали в теоретическом туре. 40 конкурсантов из разных автоколонн предприятия поприветствовал генеральный директор автотранскалия. Я надеюсь, что все покажут мастерство, высший класс и достойно представят свои автоколонны и мастерские на нашем празднике. Пусть победит сильнейший при правильном и пристрастном судействе. Поехали! 6 номинаций из 8 как раз и требовали от конкурсантов профессионализма в вождении техники с числом колес от 4 до 20, а также гусеничного бульдозера. Среди заданий были маневры, которые водители и машинисты выполняют каждую смену. Развороты, парковка. Были и необычные фигуры – змейка передним и задним ходом. Для водителей фронтальных погрузчиков традиционно есть и задачи, связанные со слепой зоной транспорта. Поднять перекладину и поместить ее на опоры, зацепить небольшой груз и перевести его к мишени на асфальте. Вот это вот не видно по ковшу. Чувствовать получается надо. Чувствовать ковшом, что ты берешь и где. Ну а как в целом оцениваете уровень всех участников конкурса? Ну кто-то подзабыл, кто-то нормально. Фальстарт. Старт с пробуксовкой, нечеткий финиш, сбитие конусов и вешек. Список нарушений, за которые начисляются штрафные баллы, есть у судей на каждом этапе. Особой аккуратности и внимания требует перевозка людей. Эти навыки у хорошего водителя оттачиваются с годами, уверен Евгений Калмогорцев. 30 за рулем, 25 людей вожу. Чисто на автобусах. Работа сложная? Ну и интересная. А это который уже по счету ваш конкурс профмастерства? Шестой раз участвую. Машинистам бульдозера каждый год обновляют список заданий на конкурсе. Поэтому на некоторые из них конкурсантам приходится тратить больше времени. Особенно, если техника иных габаритов, чем та, на которой они работают каждую смену. Я работаю на такой же модели, только больше. Это эксперт. А что вот из этих упражнений было для вас сложнее? Почему? Шарики. А почему? Попадать на... Отметим новый элемент. Руководители заимствуют с международных турниров профессионального мастерства, в которых участвуют и команды лучших специалистов автотранскалия. Вот эти элементы, которые вы видите, в том числе не просто на печать там нажать или забить мячик в кольцо, как калий-баскет. У нас тут свой калий-баскет, автотранскалий-баскет. Поэтому это требует на рабочих местах выполнения вот таких вот элементов, эпизодов, будем так говорить, рабочего нашего времени на объектах в ролл-кале. Ловкость, внимание и сноровка также нужны и на этапах, где техника стоит на месте. Слесарь-ремонтники на скорости разбортировали колесо грузовика и оперативно возвращали его на место. А машинисты автокрана должны были виртуозно и без пролива поставить ведро с водой в покрышки, закрыть им спичечный коробок и открыть ящик с воздушными шарами. Когда двигатели затихли, в дело вступили аниматоры, которые развлекали участников конкурса, их детей и близких. Судейская бригада тем временем подводила итоги, но главный судья нашел минутку поделиться наблюдениями. Сама подготовка улучшилась и молодежь сместила наших лидеров. Кроме, может, одной-двух номинаций, а так в основном свежие лица. Это здорово для предприятия в целом? Да, конечно, здорово. Значит, конкурс живой, пользуется популярностью. Все, кто дошел до практического этапа, получили памятные призы, сертификат в магазин бытовой техники на разные суммы, а имена победителей, получивших кубки за первое место, сейчас на ваших экранах. Добавим, все участники с октября сроком на год получат прибавку к зарплате. Одного из победителей мы попросили назвать три компонента его успеха. Ну, во-первых, вера в себя. Это нужно быть спокойным, успокоиться. Ну и верить, что все получится. А третье? Болеть за знакомых, соперников, скажем так, тоже. В суперигре, где надо было проехать фигуру змейка на электросамокате и дротиком поразить воздушный шарик, самым быстрым и метким стал Евгений Петухов. После награждения в индивидуальных номинациях огласили победителя в коллективной номинации среди подразделений. Переходящий кубок команды профессионалов автотранскалии вручается команде СКРУ-1! Поздравляют победителей Антон Старостин, Павел Двинянинов и вся телекомпания Соль ТВ.